Делаем упражнения, когда показываются, и мы смотрим, и мы смотрим, и они по сторонам головой крутят. Хорошо? И друг, и строгий тренер Игорь Макаров воспитывает юных хоккеистов бесплатно под открытым небом. Однако нравится это не всем. Из всего многоквартирного дома на Власихинской 81, где расположена хоккейная площадка, только один житель против тренировок. Сначала, как говорят родители, он приходил посмотреть, потом начал фотографировать и писать жалобы, а после переступил границу дипломатичности. Пришел на хоккейную площадку во время тренировочного процесса, начал оскорблять, кидаться, после чего вызвали милицию, наряд приехал и назначили ему на суду, там, штраф 500 рублей. Вторичный был приход его, там уже в нетрезвом виде, он сильно нагрубил, оскорбил меня, оскорбил родителей. По словам тренера, противник детского уличного спорта в один из своих визитов даже принес электрошокер. А сейчас, после выплаты штрафа в 500 рублей, снова вернулся к партизанским действиям. Пишет жалобы. Родители детей наоборот, тренерской работой довольны и не могут понять, почему кто-то может быть против детского спорта. Он, собственно, аргументирует это тем, что либо мало в бюджет управляющей компании денег поступает, либо еще что-то, то есть различные аргументы выдвигает постоянно новые. Это один житель, который терроризирует. Не мы к нему пришли, а он к нам пришел. У нас есть договор аренды с управляющей компанией. Мы как бы не просто так сюда пришли. А вот недовольный, по словам родителей, даже не является собственником квартиры, в то время как они, собственники, занимают спортплощадку в качестве придомовой территории. Родители не платят за тренировки, только покупают инвентарь. А тренер Игорь Макаров не просто создал любительскую команду, которая выигрывает профессиональные детские клубы, но своими силами заливает здесь каток и проводит по нескольку тренировок подряд. В Минспорте уже сказали, что готовы помогать в решении проблемы, но сначала свое слово должны сказать правоохранители. Единицы таких ситуаций выходят в публичную. Конечно, они регулируются до нормальным человеческим общением. Спортсмену всегда поможет, но и спортсмены всегда найдут, наверное, аргументы, объяснить какие-то правила. Поэтому своих не бросим, но все в правовом поле. Нас тоже заинтересовало правовое поле вопроса, поэтому мы обратились за комментариями в полицию. Тем более и тренер, и родители боятся за детей. Андрей Дриер, Николай Шилко. День с толком. День с толком. Продолжение следует... Продолжение следует...